Всем привет, на связи Николай Квелс и это разбор 20 гексаграммы. Это разбор ворот настоящего. Устраивайтесь поудобнее, будем разбираться, как всегда, идти достаточно глубоко, касаться максимального количества ключей, ну и, конечно же, с разбором до уровня линий. Поехали. 20 ворота настоящего имеют еще один ключ созерцания. Созерцание и пребывание здесь и сейчас. Быть в моменте, быть здесь и быть в настоящем. Именно отсюда идут все эти ключи. Здесь же, кстати, ключ осознанность, но до этого мы еще дойдем. 20 ворота это ворота индивидуальной группы контур, а если быть точнее, контура интеграции. 20 ворота это действие через пребывание. Пребывание здесь и сейчас, пребывание в ресурсе. У меня в работе был самопроецируемый проектор, который так и говорил. Все мои проблемы уходят на второй план, тогда, когда я прихожу сейчас. Тогда, когда я концентрируюсь на текущем моменте. Именно это деяние практически в недеянии, просто в пребывании и осознавании всего происходящего, кстати, очень классно раскрыто в моноспектакле «Гришковца», который называется «Одновременно». Рекомендую. Пребывание здесь и сейчас это самый главный паттерн 20 гексограммы. Именно через него несется эта истина быть здесь и сейчас и наслаждаться тем моментом, где между прошлым и будущим есть только миг за него и держись. Разумеется, есть другая крайность у обладателей 20 ворот. Это выпадать из реальности, это уходить в грезы, в мечты, тогда, когда их жизнь, а может быть даже сосед по парте, тыкает пальцем и говорит «Эй, проснись, ты что, ты здесь или ты куда-то улетел или улетела?» 20 ворота жизнь постоянно возвращает в сейчас. Будь сейчас, будь здесь. Разумеется, это очень важный паттерн для осознанности тотальности. И программа будет возвращать людей с 20 воротами в бодиграфе все чаще и чаще. 20 ворота в полярности – это канал харизмы 20-34. 20 ворота на стороне четверти цивилизации. А 34 ворота силы – это мутация. Мутирующая сила, которая, да, она как будто бы залипает в настоящем моменте. Та самая осознанность, которую мы ищем и о которой постоянно говорим и упоминаем, находится именно здесь. Чтобы много не повторяться и не говорить об одном и том же, в общем-то, наверное, завершу тезисом, что 20 ворота или 20 гексограмма – это горловой центр, который делает «Я есть». Который как раз постулирует и практически манифестирует «Я здесь и сейчас», «Я существую», «Аз есмь». Все это пребывание здесь и, я думаю, что это самое главное понимание того, что несут 20 ворота, что несет 20 гексограмма и какую мутацию в будущее, в коллективное, в прошлое может она приносить. Приносить для племени, приносить для коллективного, потому что осознание пребывания, созерцания и осознанности, то есть произвольного направления внимания на текущий момент – это тот вклад индивидуала, который как раз 20 ворота и делают из самоусиления темы контура интеграции. Чтобы пойти глубже и на уровень линий, давайте сначала традиционно рассмотрим базовое определение. Признание и осознанность в моменте преображают понимание в правильное действие. Именно вот это вот преображение понимания в правильное действие приходит откуда? Из осознанности. Осознание. Осознанность. Осознанность тоже ключ 20 ворот. Теперь вы это четко знаете и, как говорится, никогда не забудете. Ну и что еще интересно, здесь же признание. Признание индивидуала, индивидуального контура, может быть, индивидуального канала или канала группы интеграции, которое коллективное подхватывает и сразу же пытается сделать из этого паттерн. Но паттерн-то сам по себе достаточно странно звучит. Будь сейчас и будь в моменте. А что за этим стоит? За этим стоит состояние и глубина. Ну и теперь давайте посмотрим, как дела у наших шести друзей с первой линии по шестую, с исследователя по ролевую модель. Давайте посмотрим, как они оперируют в теме 20 гексаграммы настоящего. Первая линия исследователь. Исследователь, конечно же, начинает исследовать настоящее. Ну получается это у него немного странно. Ну вот все, что я сейчас сказал, да, звучит действительно как какие-то лозунги. Так оно и есть. Ключ – поверхностность. В экзальтации это еще и хотя бы как форма искусства. Искусство простоты и поверхностности. А в детрименте это поверхностная личность. Будь сейчас, живи настоящим и в принципе даже передать что-то сверх этого в детрименте 20-х ворот в принципе особо нечего. Вторая линия. Догматик. Здесь уже отшельник начинает формировать какую-то догму. Но вопрос, как он ее формирует? Ведь отшельник – это кто-то очень естественный, кто-то очень уединенный, кто-то очень талантливый и одаренный. Давайте посмотрим вот эту разницу в экзальтации и детрименте. В экзальтации для отшельника все достаточно гармонично и естественно. Нижняя триграмма. Про себя. Линия про себя. Личной судьбы. И конечно же здесь отшельник просто через аскезу, но индивидуально, поскольку это индивидуальная группа контуров, формирует ту самую догму. Он ее просто формирует. И все. Он ее никуда особо не транслирует и уж особенно никого никуда не тащит. Найдете, спросите, я вам расскажу. Ну и дальше из этой догмы примите решение действовать или нет. А вот в экзальтации уже догматик начинает кого-то за собой тащить. Здесь появляется некий архетип гуру. Узкий учитель. Узкая аскеза. Для ограниченного круга. Но, конечно же, детримент, потому что отшельник в этом случае перестает быть, по сути, отшельником. Он уже становится лидером малой группы. Ну а это, конечно же, уже что-то другое. Третья линия. Самоосознание. Мученик в теме двадцатых ворот самоосознание. Он сам себя осознает и он начинает тестировать, проверять ту самую реальность. Что здесь нравится мученику? Это то, что, конечно же, в настоящий момент постоянно меняется. Все течет и меняется, говорит поговорка и пословица. И, конечно же, течет и меняется в настоящий момент мученика. Мученик видит это все, наблюдает, созерцает, принимает участие, снова осознает. Ему достаточно легко здесь, естественно и интересно. С его перспективы и с его предназначения третьей линии. А вот в детрименте до конца непонятно что, но что-то идет не так. Самоосознание выводит из зоны комфорта. Оно начинает раздражать. Оно начинает как-то фрустрировать. Оно начинает просто, может быть, навевать какую-то скуку и апатию. Так или иначе, то самое самоосознание, которое было в экзальтации и помогало, и работало, сейчас как бы перестает и выводит из той самой зоны удовлетворения мученика и мешает саморазвитию. Четвертая линия. Здесь уже индивидуал делает вклад. Индивидуал оппортуниста. Ключ применения. Именно в применении тех самых инсайтов, которые оппортунист в себе нашел, он ведет за собой свое маленькое племя, свою маленькую организацию, свой маленький электорат. И здесь присутствует ключ ученик, превзошедший своего учителя. Постепенно он начинает это так хорошо доносить, делать свой собственный вклад осознанности, что у него появляются те самые как бы ученики из его окружения, которые в чем-то даже его превосходят. И тем самым реализуется та самая логика эволюции, развития и роста осознанности. В дитеременте вот как раз здесь оппортунист не согласен на то, чтобы ученики его превзошли. Если в экзальтации это сразу же идет в практику, эта осознанность имеет какое-то практическое и реальное применение в жизни, именно там ученики могут показать, что они научились что-то лучше своего учителя, то в дитеременте оппортунист сохраняет статус-кво. Он базируется и делает опору и акцент на теории. Теория предпочитает практики, и, конечно же, практика тогда не в приоритете. Практика уходит на второй план, ну а четвертая линия оппортуниста в 20-х ворот сохраняет свое лидирующее и незыблемое, беспрекословное лидерство и позицию совершенства. Пятая линия – это еретик. Еретик в 20-х воротах, конечно же, не может не действовать, тем более это центр манифестации, горловой центр бодиграфии дизайна человека. Еретик что-то хочет делать, что-то хочет наводить, что-то хочет манифестировать и, конечно же, приводить в новый порядок, говоря попросту оптимизировать. Он концентрируется на деталях и находит тот самый успех самореализованности. Не успех, который приносит ему много благ, много ресурсов. Нет, успех еретика. Успех еретика, где он чувствует, что он полезен, он ценен, он меняет систему, а не людей, он ее трансформирует и выводит на новый уровень эффективности. Ну а вот как в третьей линии там что-то пошло с самосознанием не так, здесь тоже в пятой линии в детрименте появляется какая-то неудовлетворенность. Неудовлетворенность, нестабильность. В пятой линии как будто бы не получается как-то как следует занять свою позицию беспрекословного лидера, но и появляются какие-то зацепки, какие-то раздражающие факторы. Что-то, в общем, идет не так или хотя бы частично мешает пятой линии продвигать свою тему и свои элементы. Ну а в шестой линии здесь как раз достаточно все гармонично. Ролевая модель – ключ, мудрость. Ролевая модель здесь устанавливает ценности, идеалы. В экзальтации у нее получается доносить те самые мудрости, те самые стандарты из своего собственного, разумеется, опыта, своим собственным, разумеется, примером, которые и служат как вклад индивидуала в коллективное. В детременте шестая линия, как это часто бывает в других гексограммах, начинает в том числе заниматься своим материальным планом и своим удовлетворением. Самоудовлетворение появляется в детременте, ну и, конечно же, теряется та самая чистота, та самая консистентность и та самая непредвзятость, объективность ролевой модели. Ролевая модель становится как бы немного или много субъективной. Она начинает искать свою выгоду в трансляции тех самых ценностей и той самой мудрости, ну и, конечно же, это снижает чистоту. Индивидуальная осознанность трансформируется в интересы самоудовлетворения, и тот самый мутационный вклад индивидуала, конечно же, откладывается до лучших времен. Ну что же, я думаю, что 20-е ворота теперь стали близкими, понятными, приятными и глубокими. 20-е ворота с ключом осознанности именно живут здесь, и каждая линия проживает ее по-разному. Теперь стоит посмотреть свой бодиграф, бодиграф своего окружения, и понять, что для каждого из нас 20-е ворота, что для каждого из нас тема осознанности и пребывания в моменте, пребывания здесь и сейчас, чтобы не быть поверхностными, чтобы идти в глубину и, конечно же, взаимодействовать и коммуницировать на той частоте, которая будет приводить к гармонизации, принятию и любви. Это был полный обзор 20-й гексограммы настоящего. На связи был аналитик по дизайну человека Николай Эклс. Пока-пока.